Продолжение следует... И это очень важно для нас, для всех жителей города Сум, потому что должно у Украины быть будущее, быть будущее у молодежи, чтобы получить большую жизнь. Да? А вы считаете, что целесообразно, например, обединиться с какой-то из сил, чем вам попытаться там поднять... А с какой сил... Коммунистическая партия единственная политическая сила, которая отстаивает интересы простого народа, единственная. А остальные нет. Только Компартия. А украинский выбор? А что вы видели? Фиолетовые флаги. А как вы относитесь к украинскому? По-моему, это новое какое-то политическое течение. Какое? Украинский выбор. Фиолетовые флаги. Украинский выбор. Украинский выбор. Фиолетовые флаги стоят. Кто-то, наверное, присоединился к нам. Это я просто не могу вам это прокомментировать. А много уже подписей было собрано? Мы еще не знаем. Еще будем считать. Вы думаете... Две тысячи надо нас в судской области. Вы думаете, эльферендум в сумах собирает свои подписи? Знаете, дело в том, что у нас есть данные, когда к нам приезжал ЦБ, который возглавляет ветеранскую организацию Украины. Вы ему задавали вопросы. Говорит, будет очень сложно, потому что уже дано указание ЦВК сорвать референдум. Пожалуйста. Они не будут считаться с полей народа. А сделает все так, чтобы... А полей нет, что ЦВК. Значит, власть против народа, да? Конечно. А что вы не знаете? Нет, ну, у нас все президенты своеобразно относятся к народу. Дело в том, чтобы проснулась молодежь, потому что у молодежи сейчас нет будущего. Ведь в советское время молодежь заканчивала учебное заведение и было где работать. А сейчас не заканчивают, получают высшее образование и идет на рынок. Поэтому молодежь должна поддержать компартию. Потому что мы заботимся, чтобы вам пожелось лучше. Спасибо за интервью. Красивые девушки. Мне справа, вам слева. Еще, еще. Здорово. Рад приветствовать, товарищи. Женя, привет. Приветствую, приветствую. Красивые девушки. Ниже тоже стригаемся в левую сторону. Еще, еще, еще. Молодые симпатичные люди. Прекращаем курить. Помогаем девушкам в дверь. Красивые девушки. С arriba ст ecismus. Красивые девушки. Очень важен. Кар astерапия. Красивые девушки. Красивые девушки. Красивые девушки. Уважаемые друзья, я вам скажу буквально несколько слов, почему я здесь и почему вижу вас здесь. Слушайте, вы знаете, что я всегда провожу репрессивные меры против тех, которые с меня проводят. Вы мне сказали попробуйте. Ну и все. Я как юрист вам говорю. Я попробую. В первую очередь, подюбаю. Уважаемые друзья, почему мы здесь собрались? Почему мы в народном выборе? Почему мы в выборе Украины? Потому что, первое, мы на это имеем право требовать. На основании чего? На основании решения Конституционного Суда от шестого года, который утвердил списки о проведении референдума всеукраинского. И Ющенко, бывший президент, это выполнял. Второе требование, почему мы здесь, вернее, почему мы здесь. Второе. Мы должны свое право использовать и требовать до конца о том, чтобы настоящий президент дал команду Центральной избирательной комиссии для того, чтобы среди нас был представитель этого органа, для того, чтобы Центральная избирательная комиссия организовала и провела по народной инициативе референдум. Ну а лично мое, я свое скажу мнение. И в связи с тем, что вы здесь, я думаю, что и у вас такое же мнение. Первое. Мне не нужен Европейский Союз ради освобождения госпожи Тимошенко. Когда я был командиром полка, она была первым секретарем райкома комсомола Днепропетровского. Я был командиром полка. Я видел этого Сашу Тимошенко, сына второго секретаря комфартии. Я видел ихнюю кормушку после 18 августа 1991 года. Я ее увидел здесь. Я увидел Лазаренко в компании. Потому что Лазаренко был первой секретарем райкома новом московского. Я был там командир полка. В каждой празднике все мы отмечали вместе. Я был поражен всем тем, когда она начала проводить махинации с энергосистемами. И там я понял, что это совсем не те люди. Второе, что меня возмущает. Нас тянут в Европейский Союз. Обещая. Там есть популярный кролик, герой некоторых актеров. Который говорит, что пенсии будут в 5 раз больше, зарплаты будут в 10 раз больше, условия жизни будут другие. Я не верю этому никогда. Я вышел с того возраста верить в басни. Была Влада, которая сейчас в оппозиции. Она называлась Помаранчевая. Я не верил ей, потому что ее возглавляли люди, которые давно потеряли доверие у народа. Пришла новая власть. На сегодня мы видим одни декларации, одни обещания. И после того, как они стали нас разворачивать в Евросоюз от России, где я родился, крестился, но с 70-го года я в сумах. Я объехал весь мир за 33 года. 17 гарнизон поменялся, я круга практически. Я видел, как живут на Западе, видел, как живут на Востоке. На юге, на севере. Мне не нужен Европейский Союз, потому что у меня каждый день суды по защите социальных прав, в первую очередь ветеранов, труда, войны, вооруженных сил, силовых ведомств, чернобыльцев. Каждый день, сегодня я прибыл сюда в суда с очередного. Какой может быть европейский выбор, у державы в которой не выполняются решения судов, набравшие законные силы, даже по исполнительным листам. И только когда чувствуют в исполнительной службе откат, они делают. Но сейчас их там взяли уже с поличным, на коррупцию, на взятую, поэтому они не молчали. О каком может быть европейском выборе, если наше судочинство, я это вижу, я езжу по всей Украине, все областные центры объектов. Суды выполняют не конституцию и законы Украины, а подзаконные акты кабинета министра. Нарушается статья до вторая конституция. Законы принимаются нарушения. И держава с каким-то законодавством собирается в Европу идти. О какой Европе может быть речь?